Шалом! Один работник вышел на работу после выходных и у него странным образом были забинтованы два уха. Работодатель очень удивился, говорит, как тебе так угораздило? Он говорит, слушай, не поверишь. Гладил рубашку, позвонили, я вместо мобильника приложил горящий утюг. Это ужас. Он говорит, а почему второе ухо? Второе ухо, потому что позвонили потом второй раз. Мы с вами очень часто на одни и те же грабли наступаем, при этом не думая о каких-то последствиях. Знаете, вот я слышал одну фразу очень интересную. Самый лучший способ выиграть у шулера, это не играть с ним. Мы часто садимся за карточный стол, заранее зная, что все карты крапленные. И напротив нас сидят профессиональные шулеры. Часто почему? Потому что все процессы жизненные, они возвращаются. Царь Соломон говорит, что нет ничего нового под солнцем. Но мы всегда думаем или нам кажется, что вот в этот раз точно сто процентов мне удастся. Дамы и господа, я не говорю сейчас про азартные игры буквально, но в принципе вся жизнь это вот этот карточный стол. И есть люди, которым удается обыграть шулера. Ну удается. Вот знаете, вот этот аппарат, который стоит в магазине и такой вот кран опускается и хватает эту игрушку. Да, есть люди, которые могут. Ты 10 раз эту игрушку хватал и не получается. Ты потратил там кучу денег. Это не говорит о том, что ты на 11 раз вот эту игрушку за вот этих 5 долларов или там 10 шекелей, неважно сколько денег, ты ее не поднимешь, ты ее не схватишь. И она у тебя не оторвется, знаете, в последнюю секунду. Может быть тебе удастся, но вопрос или стоит на это тратить жизнь. Жизнь идет. И мы часто сидим за столом с шулерами, то есть шулер в данном случае, какие-то вещи, которые не по карману или не по уровню. И очень часто на тебя заживает, как на собаке, знаете, боль. Вот помните парень, к которому мы привели пример, который приложил к уху утюг. А боль прошла, позвонили еще раз, опять тебе подвернулось, и ты эту боль забыл, знаете, мы часто забываем. Такие вещи. Поэтому приходит время, дамы и господа, которая говорит нам, ну вот подумай чуть-чуть, задержись на секунду. Посмотри, сколько тебе лет или сколько раз ты пытался. И, может быть, переключись на то, что ты можешь. Что ты уже делал, может быть, не один раз, и у тебя получалось. Всем удачи. Пробуйте и думайте. Шалом-шалом. Продолжение следует... Продолжение следует...